Берестия – один из пяти филиалов областного краеведческого музея. Комплекс, появившийся на месте раскопа городища XIII века, известен далеко за пределами Беларуси. Туристы из разных уголков мира спешат в город над Бугом, чтобы лично познакомиться с единственным в Европе сохранившимся поселением такого типа. Открыт музей был в 1982 году. И за долгие годы существования его фонды пополнились не одним десятком ценных, аутентичных экспонатов. Есть здесь и площадки для интерактивного обучения. Например, посетителям могут предложить почувствовать себя археологом. Немного городу в мире может похвастаться вот таким вот музеем, где можно увидеть подлинное строение, 13-го столетия. То есть это исконное, то, от чего родился город. И когда к нам приезжают отсюда иностранцы, они поражаются тому, что наша земля сохранила то, что в других местах просто нельзя было сохранить. У нас есть возможность увидеть архитектуру средневекового города. Мы знаем вообще города средневековых по летописям. Там описывается и о политических событиях, и о каких-то интересных событиях культурных. Но никогда нет описания архитектуры города. Здесь, пожалуйста, подлинное строение, подлинная застройка, подлинные мостовые. И вот это, наверное, самое главное в нашем музее. Таким, как сейчас, музей помнят даже те, кто посещал его еще в советские годы. Да, он информационно насыщенный и интересный. Однако 21 век предъявляет свои требования к структуре и наполняемости подобных комплексов. Уже сегодня разработан макет и проектное решение, которое позволит сделать из давно полюбившегося Бересте музей нового формата. Планы на 2017 год у администрации довольно амбициозные. Запланирована замена полностью стеклянных витражей на однокамерные стеклопакеты, которые на первом ярусе будут открываться. И таким образом будет естественная вентиляция помещения происходить. Будет заменена полностью сигнализация, сделано видеонаблюдение. В залах проведены необходимые работы по подготовке к созданию новой экспозиции. Замена электрика, ну и спланированы другие, более мелкие работы. Вдохнуть в музей Бересте новую жизнь призвана и новая вариация экспозиции. Она, согласно планам, должна появиться в учреждении в следующем году. Интерактивность, мультимедийность, открытость. Вот принципы, на основе которых разрабатывали концепцию выставочных залов художники и дизайнеры. По замыслу она должна сохранить лучшие традиции прежнего музея, при этом сделать его более интересным. Мы ждем уже давно реконструкции нашего музея, потому что он очень необычный. И то, что дали наши коллеги изначально, экспозиция, конечно, она уже морально устарела. Поэтому мы придумали очень много интересного нового, что сейчас используется в музейной практике вообще в мире. Технологии, которые развиваются, они позволяют создать такую интерактивную экспозицию, которая позволит даже пообщаться с купцом, который привозит к нам товары в Бересте. То есть у нас будет сделана такая очень интересная инсталляция, где можно увидеть товары, купца стоящего, это будет голограмма. И общение у нас будет такое, воедовыгодное. Ну и в то же время это будет, вы знаете, экспозиция, которая будет интересна молодежи. Потому что это не классическая подача, это с учетом новых требований. Наша молодежь, она привыкла к такой клиповой культуре. То есть она должна иметь еще эмоции. Вот это все будет у нас обыграно. Безусловно, главный экспонат нашего музея – это археологический роскоп. Он будет в таком же виде, в котором он существует сейчас. Каждый год мы проводим работы по поддержанию археологической древесины в надлежащем состоянии. И эти работы будем проводить дальше. Реэкспозиция затронет только залы, которые идут по периметру самого музея. Ну, в частности, один из последних залов мы планируем сделать как кинотеатр. Тоже вот такая новая наша задумка. На реконструкцию музей Берестия будет закрыт ближе к концу мая. Первые изменения в оформлении учреждения жители и гости областного центра увидят уже летом. А закроет рабочий сезон одно весьма интересное мероприятие. Ну, могу открыть секрет. Вот у нас, допустим, на 12 мая запланирована ночь музеев на Бересте. И пройдет она в виде квест-игры «Загобойня», известная для среди молодежи. Будем работать до 11 часов ночи или до полуночи, уже как пойдет игра. И всех приглашаем поучаствовать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.